Это программа «Израиль за неделю». Каждую субботу я, Евгений Савай, мои коллеги, рассказываем вам о главных событиях минувших 7 дней в Израиле. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Израиль разорвал все отношения с ЮНЕСКО после принятия неоднозначной резолюции по Иерусалиму. На странные решения ЮНЕСКО у нас один ответ. Это историческая правда Израиля, отрицать которую не может ни один честный, здравомыслящий человек. Власти страны намерены бороться с организацией БЦЛИМ, как в Израиле отнеслись к выступлению лидера в Совете Безопасности ООН. Тысячи женщин, объединенные одной целью – добиться мира на Ближнем Востоке. А масштабные акции в израильской столице. Многотысячный митинг показывает на то, насколько эти идеи созвучны большинству израильтян. Спортивный ответ на дипломатический бойкот. В Израиле пройдет Кубок мира по шашкам. В четверг была разрешена к публикации информация о том, что сотрудники службы общей безопасности Шабак арестовали трех палестинцев из сектора Газа, незаконно находящихся на территории страны. Четверто арестованный – житель юга Израиля. Все они подозреваются в том, что планировали похищение израильского военнослужащего, а также масштабный теракт в одном из залов торжеств южного города Бершева. Отмечается, что подозреваемые были задержаны в начале месяца, однако суд наложил запрет на публикацию каких-либо подробностей ареста. По мнению Шабака, они действовали по заданию руководства террористической организации «Исламский джихад». Если бы палестинцам удалось похитить солдата, то первым делом они бы переправили его на территорию сектора Газа по одному из подземных тоннелей. К слову, всего два года назад, во время операции в секторе, такие туннели были главной угрозой для израильских военных. На минувшей неделе стали известны детали внутриармейского отчета и выводы комиссии, которая расследовала причины провалов как раз в вопросе устранения угрозы туннелей. Подробнее об этом в нашем видеоматериале. Командование армии обороны Израиля знало о существовании подземных тоннелей, которые боевики группировки «Хамас» планировали использовать для террористических атак, однако не до конца осознавало реальные масштабы угрозы. Таков главный вывод отчета внутриармейской комиссии под руководством генерал-майора запаса Йоси Бахара. Спустя два года после операции «Нерушимая скала» в секторе Газа в руководстве армии заговорили о серьезных ошибках, допущенных накануне войны. В документе, который еще несколько месяцев назад лег на стол начальнику генштаба, при этом был предан огласке лишь на минувшей неделе, комиссия не поскупилась на серьезную критику, в том числе в отношении высшего генералитета. Использование террористами «Хамаса» подземных тоннелей стало полной неожиданностью для военных. Говорится, среди прочего, в выводах комиссии. Неприятным сюрпризом оказался и уровень подготовки палестинских боевиков к военному противостоянию с Израилем. «Хамас» отстреливался до последней минуты, пока стороны не пришли к согласию о прекращении огня, а масштабная наземная операция так и не сумела существенным образом сократить количество ракет, выпускаемых боевиками по израильским городам, отмечается в документе. Неудивительно, что сразу после завершения работы комиссия Бахара командование армии обороны Израиля отказывалось разрешить к публикации ряд важных деталей. Так в отчете отмечается, что израильские военные не только не были готовы к угрозе тоннелей, но и неправильно обучались их разрушать, поскольку сооружения, используемые для тренировок, не были похожи на те, с которыми солдатам пришлось столкнуться в реальности. Израильские СМИ, публикуя выдержки из отчета, подчеркивают, что он был составлен на основе показаний солдата-офицеров, принимавших участие в военных действиях в секторе Газа летом 2014 года. Из личных разговоров становится ясно, что все офицеры знали о существовании так называемых атакующих тоннелей, таких, которые были проложены на полтора-два километра вглубь израильской территории. В то же время у офицеров младшего и среднего звена отсутствовали четкие инструкции, что следует делать при обнаружении таких тоннелей. Авторы отчета утверждают, что данными военной разведки касательно подземных туннелей обладали исключительно элитные подразделения израильского спецназа. Каким образом публикация выводов отчета отразится на израильских военных, по мнению ряда экспертов, говорить пока рано. Армия проводит работу над ошибками, однако громких отставок, видимо, не предвидится. Тем более, что израильское общество ждет еще одного отчета. Отчета государственного контролера Йосефа Шапира, который со своей стороны проверял, как принимались политические решения во время операции в секторе Газа. Возможно, только после публикации второго отчета и будет найден ответ на главный вопрос. Кто же на самом деле победил в операции «Нерушимая скала» летом 2014 года? Государство Израиль или террористическая группировка Хамас? За комментарием по поводу армейского отчета я хочу обратиться к депутату Кнессета от блока «Сионистский лагерь», генерал-майору запаса Иалю Бен-Рювену, который также является членом парламентской комиссии по иностранным делам обороны. Господин Бен-Рювен, добрый вечер. Здравствуйте. Господин Бен-Рювен, вы как бывший генерал, депутат Кнессета, как бы прокомментировали армейский отчет о туннеля Хамаса? Отчет, который был составлен генералом Йоси Бахаром и выдержки из которого были опубликованы на этой неделе, является важнейшим армейским документом по вопросу угрозы туннелей Хамаса. Я особо подчеркиваю, это армейский документ, который составлен именно для военных. И как любой подобный отчет, в прошлом он четко указывает на оперативные провалы, которые были допущены армией. Например, почему военные на местах не до конца знали, каким образом следует эффективно противостоять подземной угрозе, в то время как высшее армейское руководство прекрасно знало о том, что Хамас строит такие туннели. Более того, как член парламентской комиссии по иностранным делам и обороне, могу вам с уверенностью сказать, что о туннелях нам было известно задолго до начала операции в Газе летом 2014 года. Вы прекрасно знаете, что армия – это большая структура. Когда вы говорите, что это армейский провал, провал кого – военной разведки или же начальника генштаба, который представлял это руководству страны? Провал заключается в том, что в армии знали об угрозе тоннелей. Политическое руководство страны тоже знало о тоннелях. При этом Израиль начал военную операцию, не имея четкого плана, как решить эту проблему. Технологические решения на тот момент сильно отставали от реальности и с их помощью невозможно было действовать. Это и называется провалом. В этой связи я вспоминаю себя 43 года назад. Во время войны судного дня я был молодым солдатом и впервые узнал, что на самом деле представляет собой советский противотанковый снаряд «Сагер», когда этим снарядом был подбит мой танк. Тогда израильская военная разведка знала, что у арабов есть такое оружие, но никто до конца не понимал, как противостоять такой угрозе. Сегодня ситуация возвращается на круги своя. Очень надеюсь, что армия отнесется серьезно к этому отчету и сделает работу над ошибками. Главное – это подготовиться к следующему противостоянию, ведь война – это своего рода царство неопределенности, когда ты не можешь до конца знать, каким образом ее следует начинать и как заканчивать. Во время войны тоннели Хамаса неоднократно назывались стратегическим оружием Хамаса, причем это делалось подачи как раз министра обороны Мушей Алона. Насколько вы согласны с такой оценкой, что это действительно стратегическое оружие террористов? С точки зрения Хамаса – это стратегическое оружие. При помощи подземных тоннелей боевики намеревались застать врасплох наших солдат. В определенной мере, в некоторых местах им это даже удалось сделать. О важности этого оружия можно судить и по той подготовке, которая велась Хамасом до войны. Так называемые атакующие тоннели были уничтожены израильскими военными благодаря информации, полученной в ходе операции в Газе. Можно только представить, что произошло бы, не будь у наших военных этих данных. Но если для палестинских боевиков это действительно стратегическое оружие, то для армии обороны Израиля это ни в коем случае не может быть стратегической угрозой. Израильская армия способна противостоять гораздо более крупным угрозам, чем тоннели из Газы. А вот что касается другого отчета, отчета государственного контролера, который проверял уже действия политического руководства во время операции, это другая история. Я все-таки считаю, что несмотря на трудности, армия справилась с теми задачами, которые ей поставило правительство. А вот каким образом министры принимали решения и насколько эти задачи были поставлены правильным образом, на этот вопрос у меня, к сожалению, нет положительного ответа. Я считаю, что политическое руководство Израиля совершило ряд провалов в управлении военной операцией в секторе Газа. Вот об этом и следует говорить. Ваша политическая критика связана с тем, что вы сейчас в оппозиции. Но возвращаясь к отчету, вы считаете, что общество имеет право знать все детали, оперативные детали этого отчета? И как общество узнает, что армия исправила ошибки, которые армия аж допустила два года назад во время операции в Газе? Армия умеет делать работу над ошибками. Я это знаю и я это вижу. Одна из задач комиссии КНЕСЭТа по иностранным делам и обороне как раз и заключается в парламентском контроле над армией. И я не жалею критики, когда это необходимо. Но проблема, как я уже сказал, не в армии, а в правительстве. К большому сожалению, руководство страны, вместо того, чтобы признаться в провалах и таким образом указать на пути решения проблемы, раз за разом наступает на те же грабли. Почему те, кто находятся у власти, думают, как скрыть от общества очередной отчет, вместо того, чтобы думать, как исправить ошибки и двигаться вперед? Я говорю конкретно про премьер-министра. Это очень печально, потому что это не путь к решению серьезных стратегических угроз. Мы знаем, что черновик отчета госконтролера, как раз по вопросу тоннелей Хамаса, еще полгода назад был передан Нитаньягу. Но вместо того, чтобы признаться в провалах, глава правительства занимается делегитимацией самого госконтролера, бывшего суди Йосефа Шапира. Поверьте, я знаком с Шапира не первый год. У него нет никаких политических целей. Его задача — рассказать правду обществу. Очень жаль, что Бениамин Нитаньягу не признает этого и продолжает заниматься откровенной ерундой, когда речь заходит о вопросах жизни и смерти. Ведь проще всего свалить вину на солдат и офицеров, а потом искать виноватых в очередных провалах, которые, увы, у нас случаются в каждой войне. В последней операции в секторе Газа Израилю не удалось добиться однозначного разрешения проблемы. То, что принято на языке военных, называть полной победой. Мы просто перенесли этот вопрос на следующую войну. Да, конечно, если вы спросите израильских военных, кто победил, они скажут, что Израиль. Но это отнюдь не означает, что такой же ответ может дать политическое руководство в Иерусалиме. А как иначе? У нас колоссальное технологическое преимущество. Мы превосходим противника по всем показателям в десятки раз. И что в итоге? Израиль начинает неподготовленную операцию по уничтожению подземных тоннелей, и война заканчивается прекращением огня? А Хамас как был в Газе, так и остался. Более того, после всего, что произошло, они открыто заявляют, что сумели победить такого сильного противника, как Израиль. Разве это не политический провал? Сегодня нам нужно в корне менять всю стратегию нашей безопасности. То, о чем совсем недавно заявил нынешний начальник генштаба Гади Айзенкот. Будь то Хамас на юге или Хизбалла на севере, любая следующая война должна вестись до полной победы. В противном случае Израиль будет считаться проигравшей стороной. Вы знаете, эти же слова два года назад говорил министр Виктор Либерман. Сегодня он министр обороны, и он тоже сказал, что если будет война с Хамасом, она станет последней для Хамаса. Вы согласны с такой оценкой? Я не знаю, что означает термин «последняя война», особенно в нашем ближневосточном регионе. Будет лучше изначально избегать подобной формулировки. Но совсем недавно я встречался с министром обороны Либерманом, и хочу сказать, что несмотря на то, что мы относимся к разным политическим лагерям, по многим стратегическим вопросам наши позиции полностью совпадают. Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать войны. Война — это всегда плохо. А современная война зачастую не приносит желаемых результатов. Но если мы уже решаем начинать войну, то она должна быть быстрой, эффективной и преследующей конкретные цели. Пользуясь случаем, что мы с вами говорим, хотел бы ваше мнение по поводу того, что происходит в Ираке. Операция в Муссулии против исламского государства. На ваш взгляд, ИГИЛ представляет сегодня опасность для Израиля на израильских границах? Происходящее в Муссули я могу только назвать правильной и необходимой военной операцией. Так сложилось, что ИГИЛ вдруг стал важным игроком в регионе. Особо подчеркну — жестоким игроком. Но с нашей точки зрения, исламское государство не является главной угрозой безопасности еврейского государства. Мне остается только пожелать, чтобы эта операция против боевиков исламского государства завершилась успешно. Меня, как израильского гражданина, больше волнует, что происходит на территории между ИГИЛ и нами. Я говорю про ситуацию в Сирии. В Сирии сегодня столкнулись самые крупные международные игроки. К моему большому сожалению, действия России в Сирии вызывают очень много вопросов. Все это выглядит как содействие военным преступлениям. И еще больше меня волнует, что Соединенные Штаты не делают достаточно для того, чтобы приостановить усиление этой опасной оси, на которой по одну сторону баррикад находится Россия, Сирия, Иран и Хизбалла. Это проблема у наших северных границ, и решать ее уже скоро предстоит именно нам. Так что эта угроза гораздо опаснее, чем исламское государство, или даже угроза Хамаса на юге. Депутат Неста Ильбен Рювен, генерал-мейер запаса, большое вам спасибо. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Израиль разорвал все отношения с ЮНЕСКО после принятия неоднозначной резолюции по Иерусалиму. На странные решения ЮНЕСКО у нас один ответ. Это историческая правда Израиля, отрицать которую не может ни один честный, здравомыслящий человек. Власти страны намерены бороться с организацией БЦЭЛИМ, как в Израиле отнеслись к выступлению лидера в Совете Безопасности ООН. Тысячи женщин, объединенные одной целью – добиться мира на Ближнем Востоке. А масштабные акции в израильской столице. Многотысячный митинг показывает на то, насколько эти идеи созвучны большинству израильтян. Спортивный ответ на дипломатический бойкот. В Израиле пройдет Кубок мира по шашкам. Вы смотрите «Израиль за неделю». Решение исполкома комиссии ООН по образованию, науке и культуре, известному под аббревиатурой ЮНЕСКО, 13 октября этого года продолжает оставаться одной из центральных новостей в Израиле. Дело в том, что на минувшей неделе казалось, что ЮНЕСКО пересмотрит свой же документ, который был принят большинством голосов и который фактически отрицает связь еврейского народа с Храмовой горой. Первоначальным поводом для этого стала позиция посла Мексики в ЮНЕСКО, который заявил, что намерен отказаться от поддержки антиизраильской резолюции. Однако довольно быстро стало известно, что речь не идет об официальной позиции Мексики. Это личная инициатива дипломата, за которую ему пришлось даже заплатить карьеру. Он тут же был отозван назад в Мексику. Стоит отметить, что в резолюции, которая была внесена представителям Палестинской автономии Египта, содержится резкое осуждение Израиля за нарушение прав мусульман в Иерусалиме. Это при том, что сегодня израильские власти позволяют абсолютно открытый доступ к святым местам в Старом Городе. В проекте документа говорится об особой связи Ислама с Храмовой горой и Иерусалимом, не упоминая при этом о правах евреев на эти святыни. Со мной в студии депутат КНЕС-то от партии «Шатит» Константин Развозов. Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Евгений. И экс-депутат КНЕС-то Роман Брофман. Добрый вечер, Роман. Добрый вечер. Константин, ваша партия выступила с резкой критикой по решению ЮНЕСКО, причем многие партии в Израиле выступали, я бы сказал, за позицию правительства. Почему в этом вопросе, в вопросе ситуации в Иерусалиме, вы так горячо поддержали действующую правящую коалицию? Потому что мы не можем не поддержать правящую коалицию, так как речь идет о Иерусалиме, Иерусалим – столица Израиля. И, в принципе, резолюция, которая была принята исполкомом ЮНЕСКО, многие говорят, что у нее нет никакого влияния ни на что. И не на Израиль. Мы, да, считаем, что у нее есть влияние. Она просто подстрекает арабский мир к террору, когда она не признает ничего еврейского в Иерусалиме и показывает, что это мусульманская арабская столица. Мы считаем, что это большой ущерб государству. Он наносит ущерб государству. Нужно против этого бороться. Как бороться? Это заниматься внешней политикой. При том, что в Израиле ожидали такой реакции. Это как бороться против ветряных мельниц. Все знали, что будет голосование. Все знали, что будут страны, которые автоматом голосуют против Израиля. Тем не менее, ничего, получается, не делалось для этого. Я помню, что лидер вашей партии совсем недавно в этой студии говорил, как он ездил по всему миру и объяснял позицию Израиля. То есть, видимо, не достучался до тех стран, которые голосовали против Израиля. Это не первая резолюция, которая принимается в ЮНЕСКО против Израиля. Уже не первая. Но, с другой стороны, эта резолюция, она действительно стирает историю. И мы считаем, что это впервые. Это резолюция, которая проходит против Израиля именно таким образом. И сегодня, не работая на внешней политике, не имея министра иностранных дел, не проводя никакую дипломатическую... На полную ставку, скажем так. У нас есть 7 министров иностранных дел, которые ничего не делают. Какие результаты мы можем ожидать? Когда правительство ничего не делает, то, конечно же, ЮНЕСКО, не только ЮНЕСКО, это же может быть тенденция, следующая может быть уже ООН, другие комитеты, комитет безопасности. Это уже будет совсем другой уровень. Если мы сегодня не будем ничего не предпринимать, все-таки лидер моей партии, Ейрлапид, он действительно взял эту роль, он ездит как министр иностранных дел, хотя находясь в оппозиции. Но премьер-министр и министр иностранных дел должны этим заниматься. Роман, вы относитесь к тому лагерю, который как раз, наверное, поддерживает такие действия, как раз против израильского правительства. Ваша позиция по поводу... Поддерживает такие действия, я думаю, что Норманчик не может и не должен. Проблема в том, что в этой резолюции нет ничего антиизраильского. И на самом деле у нас идет вопрос, почему понадобился главе правительства этот спин, медийный спин, и что закрывается, что какое-то, кстати, дымовая завеса закрывает на самом деле, какие интересы главы правительства. И в этом отношении может быть два слова резолюции. Резолюция антиизраильская, вне всякого сомнения, но она не имеет никакого отношения к истории еврейского народа. ЮНЕСКО – это не религиозный синод. Это организация политическая, которая создана многими государствами, в том числе государствами, с которыми у нас нет дипломатических отношений. И они говорят о том, что... Я цитирую эту резолюцию, что и у ислама, и у христианства есть отношение к святым местам в Иерусалиме. Кто с этим спорит? Какой нормальный чек? Нет, ну там отмечается, что евреи копают под старым городом, таким образом угрожая исламу. Мы не только копаем, мы не только копаем. Мы в последних 3-4 года ввели практику визитов евреев на храмовую гору. Из каких-то таких соображений? Причем ввели эту практику в основном последователю так называемого религиозного сионизма. Не ортодоксальцы евреи. Но здесь точно в меньшинстве. Вы понимаете, что большинство евреев считают, что храмовая гора – это как раз еврейская часть. Храмовая гора – это и есть еврейский храм. Почему-то она не поднимается. Но в новой резолюции она не существует. И резолюция вообще не имеет никакого отношения к нормальной ситуации, к статусу-кво. В Иерусалиме есть так называемый статус-кво. Статус-кво в переводе латыни означает действующая ситуация или сложившаяся ситуация. И ситуация такова, что евреи молятся на нижней части храмовой горы, то есть там называется «стена плача». А мусульмане – наверху, над этой стеной. Вся система отношений в Иерусалиме очень сложная. Потому что в Иерусалиме действительно представлены все абсолютно религии мира. Начиная от иудаизма, христианства, мусульманства и все секты и секции всех этих церквей и ислама. И чтобы содержать все это в нормальном отношении, мы, кстати, ведем там военное положение. Храмовая игра находится под защитой армии и полиции, не под защитой каких-то общественных организаций. С точки зрения контроля, но и под юридикцией ВАКФа. Как раз ВАКФа решает, кому можно подниматься на храмовую голову. Нет, 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 израильская полиция решает. Я говорю с точки зрения религиозных. Религиозных, да. С точки зрения бюрократии обычной, кто получает пропуск, это израильская полиция. И вот об этом как раз говорит резолюция. Хорошо, Роман, давайте сначала. Что мы нарушаем статус-кво. Таким образом, в общем-то, и мне кажется, в этом смысл резолюции. Это должна понимать оппозиционная партия. Сейчас скажу два слова об оппозиции и коалиции. Мы нарушаем статус-кво. И поэтому эта резолюция обращена против нарушения статуса-кво. Почему мы это так восприняли и зачем главе правительства нужна была вся эта дымовая завеса, я не знаю. Теперь об оппозиции. Костя, об оппозиции. Сегодня есть три. Когда вычеркивается просто история. Ничего не вычеркивается. Ничего не вычеркивается. В резолюции черно-побелом написано, что храмовая гора не имеет никакого отношения к иудаизму. В резолюции написано только мусульманские места. И написано, что у еврейства нет связи. Нет, давайте я брошу еще один встречный вопрос. У тебя есть техрезолюции? Сейчас нет, но... Нет, нет. В защиту Кости я приведу слова как раз Ирины Боковой, которая сказала, что она как раз считает, что храмовая гора принадлежит евреям, и она не согласна со своей же резолюцией. Это было сделано на следующий день. Это вполне может быть. Нет, поэтому она... Не сказано ничего о бедовизме. Она опровергает первоначальный вариант. Не сказано, потому что его не существует. Иудаизма не существует в Иерусалиме. Это то, что написано в резолюции, которое я также прочитал. Это комментарии, которые мы сейчас комментируем. На самом деле в резолюции не сказано о бедовизме ничего. Она сказала, что Израиль нарушает права меньшинств, национальных и этнических меньшинств и религиозных меньшинств. Роман, это политический вопрос. Это политическая резолюция. Но когда пишут, секунду, когда пишут, что ислам имеет право на Иерусалим. Я не только завершить. Нет, там указано, что мусульмане имеют право на Иерусалим. Они имеют. Почему рядом нельзя указать, что евреи имеют такое же право на Иерусалим? политическая бездеятельность и глава правительства. Здесь Костя абсолютно прав. Глава правительства ведет сегодня, у него сегодня 7 портфелей. Уволился, я не знаю, ли ты знаешь, уволился на 3... Буквально 2,5 назад. Доригул, генеральный директор министерства. Сегодня министерство без министра, без генерального директора. Но что получилось? Кто выступает в качестве добровольных министров? Три лидера израильской оппозиции. Яйр Лапид из Ешатид, Ливни из Кадима, Сианисского лагеря и Герцог, и Сианисского лагеря. Они между собой конкурируют, кто лучший министр иностранных дел Израиля, когда они все три должны быть в оппозиции. То есть, по вашему пример, министр должен был сотрудничать с организацией УНЕСКО перед этой резолюцией? Это дипломатическая работа. А как если он говорит, ребята, они ненавидят Израиль? Это говорят в Иерусалиме. Причем оппозиция это говорит? Это работа дипломатов. У нас было несколько резолюций, которые уже проходили, например, по обрезанию. Так мы все депутаты, парламента ездили, встречались с депутатами других парламентов Европы и обсуждали, убеждали их, почему так не надо делать. Сегодня этого не делается, потому что МИД не существует. Есть работники МИДа, дипломаты, которые делают отличную работу, но нет главы МИДа, который будет показывать адженду. И так как адженда не существует, то сегодня же, конечно, мир, мировое сообщество может делать то, что оно хочет. Именно вот эта резолюция, она еще раз доказывает, что мы должны быть сильнее и независимы, как государство Израиль. Потому что по любой другой, когда мы не проводим никакие инициативы, ничего не делаем, просто сидя, сложа руки, то, конечно, будет каждый год проходиться не одна резолюция, и не только в ЮНЕСКО, а также и в ООН. Но, с другой стороны, это задача чиновников, наверное, ведомства контролировать. Нет, это задача, как раз в этом отношении, как это правда, задача политического руководства. То есть, глава департамента, глава министерства, он ответственный за то, чтобы те резолюции, которые мы считаем, а мы знаем заранее, что резолюция эта готовится. Что мог сделать Нитая Гуна, на ваш взгляд, в данной ситуации? Кому позвонить? Куда поехать? Куда, например? Личные встречи, телефоны, разговоры. Вот он знает, что ЮНЕСКО выступает против Израиля. Это все то, что Костя описывал. Во-первых, есть посол в ООН, который совершенно не соответствует своей должности. Он вызывает только улыбку, смех и раздражение у всех дипломатов. У нас здесь Даня Данон в Нью-Йорке есть, Калина Шама, в Париже. Я о нем и говорю, есть в Париже. Это все политические назначения, которые не имеют никакого общего с дипломатическим резюме, с дипломатическим стажем и с пониманием того, что нужно делать. Но самое главное, здесь я подхожу, так сказать, к другой теме. Израиль сегодня находится в политической изоляции, и надо это понимать. И в этом отношении резолюция ЮНЕСКО, она не юридическая, она не религиозная, она даже не культурная, она политическая. Она говорит о том, что мы нарушаем некоторые права, мы нарушаем некоторые принятые нормы, тот же статус-кво, и поэтому это политическая резолюция. И Израиль сегодня, к сожалению, находится в политической изоляции. Из-за чего? Конечно же, из-за продолжающейся оккупации и никакого желания говорить об этом ни на каком уровне. Ни на уровне правительства, ни на уровне парламента, ни на уровне дипломатов. Ну, 26 стран, которые воздержались, возможно, это не изоляция, возможно, они просто еще не понимают, что... Нет, они все понимают, только у них есть ответственность перед Израилем. У них есть ответственность перед Израилем. Но, с другой стороны, нам нужно проанализировать сегодня результат, посмотреть, какие страны, потому что там есть список новых стран, которые приняли эту... Ну, многих удивляет позиция России, кстати, которая голосовала против Израиля. Нет, Россия украина воздержалась. А Россия голосовала как раз против Израиля. Это вызывает пока здесь недоумение. Сегодня, да, сегодня нам нужно, нашим дипломатам нужно проанализировать. Опять же, я считаю, что должен быть министр иностранных дел, который сегодня должен брать, анализировать и решать этот вопрос. Потому что его надо решать. Если мы будем сидеть так, как мы сидим, то все будет повторяться. Ну, вам же, вашей партии предлагали, вы отказывались входить в коалицию. Так что пеняйте на себя. Лапит, ему было сделано предложение. Давайте к другой... Это уже их решение. Господа, давайте перейдем к другой теме, которая также вызывает жаркие споры. Это тема, я бы сказал, это поведение организации бы целем. Она считается правозащитной организацией. Кто-то в Израиле называет ее пропалестинской организацией. На прошлой неделе ее глава Хагай Эляд был приглашен на заседание Совета Безопасности ООН. Заседание проходило в Нью-Йорке. И оно касалось как раз политики строительства за так называемой зеленой чертой. Давайте сначала послушаем фрагмент выступления главы Бетцелема в Нью-Йорке. Дамы и господа, израильский контроль над жизнями палестинцев и длительная оккупация достигли такого совершенства в размывании международного гуманитарного права и законов о правах человека, что сделали их практически бессмысленными. Израильские военные юристы, государственные прокуроры и Верховный суд так мастерски оттачивают трактовки закона, что в итоге от него остается только чистая несправедливость. Покажите мне мертвого палестинца, убийство которого требуется объяснить, чтобы обеспечить безнаказанность, и вы тут же найдете мнение главного военного адвоката. Покажите мне 100 тысяч палестинцев, заброшенных по другую сторону разделительного забора, выстроенного внутри Восточного Иерусалима, и я напомню вам, что даже эта вопиющая несправедливость была предварительно одобрена Высшим судом справедливости. Господа, это был Хагай Лят, глава организации БЦЛ. Я не могу вспомнить имя политика, который во время войны критиковал Черчилля за пределами Британии, его назвали предателем. Многие в Израиле считают, что Хагай Лят тоже предатель, выступив на совбезе. Вы так не считаете? Нет, конечно нет. Это взаимосвязанные темы. То, что мы говорим с ЮНСК, то, что мы говорим с БЦЛ, это совершенно взаимосвязанные вещи. Они говорят о том, как нас видят со стороны. Как мир видит Израиль в 2016 году. Сначала мы видели, что это было по отношению к Иерусалиму. А сегодня мы видим это по отношению вообще территорий, которые называют освобожденными, которые называют оккупированными. А на самом деле это территории за зеленой чертой. И это большая проблема. Теперь нужно ли было ездить, ехать в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею? Не надо было ехать. Скажу так, что надо было ехать. Почему надо было ехать? Я бы, например, не поехал. Но он поехал и сделал правильно. Потому что эта тема стала актуальной для тех, кто не хотел об этом ничего думать, не знать и не говорить. Я не думаю, что мы бы сегодня занимались проблемами оккупированных территорий здесь у вас и еще в сотнях ульпанах и студий израильского телевидения и израильской прессы и мировой прессы, кстати, если бы это не выступление. Он поставил точки над «и». Вот то, что есть на самом деле. Вот эта оккупация, которая длится уже 49 лет. В следующем году это будет ровно 50 лет. Есть много, кстати, мнений, что 50 лет пришло время решить эту проблему или таким, или другим образом. И он, самое главное, поставил точки над «и», о котором говорит сегодня и левый, и правый лагерь, кстати. Здесь левые с правыми смыкаются. Центр остается внутри в большой проблеме. Формулировка «два государства для двух народов» сегодня практически не существует. Она не существует, потому что мы вряд ли можем 150 тысяч поселенцев. 150 тысяч – это не так, это не 7 тысяч, которые были. Поселенцев, по-моему, у нас 400 тысяч? Нет. И речь идет о, если говорить о двух государствах для двух народов, речь идет о переселении 150 тысяч человек. Это те, которые должны переместиться, если мы хотим разделить… Это колоссальная цифра. Это колоссальная цифра. Об этом я говорю. Это в 25 раз больше, чем те, которые были выселены из газа. И вот этот спор вокруг его выступления надо смотреть на вещи вообще, так сказать, более широкомасштабно. Вызвал тему, которую нужно обсуждать. Могу вам привести пример. Нынешний президент страны Ривлин, он за то, чтобы было одно государство для двух народов. Правый лагерь у Нафтали Беннета за то, чтобы это было государство для двух народов. Левая часть карты, начиная, скажем, левее МРС общественной организации, которая существует, за то, чтобы это было двунациональное государство. Роман, это понятно. Вы считаете, что он сделал правильно, что поехал туда? что это понятно. 90% населения не знает об этом, не хочет знать об этом. Конкретно вы считаете, что он сделал правильно? Конкретно он поставил эту тему, превратил ее в актуальную. И сегодня весь мир на самом-то деле об этом говорит. А вы считаете, что это предательство? Я считаю, что это предательство перед народом, Бецелем, Шовремштика, эти организации леворадикальные, которые распространяют ложь про Израиль, которые выезжают на международную... Это ложь. Это ложь. Это ложь про поселение, это ложь про нашу армию. Это ложь. Они распространяют ложь. Если есть какие-то проблемы, то стирка стирается внутри страны, но невозможно, когда маленькие леворадикальные организации, которые состоят из полутора человек, едут и наносят такой ущерб нашему государству. Ущерб и прямой, и коственный, и имидж. Мы считаем, что это неприемлемо. Смотрите, был закон, который обязывает отчитываться о пожертвованиях. Закон об НКО. Бецелин пришли, сказали, да нет проблемы. Каждый доллар, который мы получаем от иностранных государств, они получают в основном это от Европы, от Америки. Мы готовы сказать, вот мы получили несколько миллионов, мы о них сообщили. Как, за что прицепиться, что называется. Не за что зацепиться. Это организация, в которой израильские граждане, многие из них служили в армии, служили на тех же территориях. К чему прицепиться? Юридически очень сложно прицепиться, поэтому надо искать, как можно остановить вливание денег в эти организации. В принципе, они работают здесь как агенты, иностранные агенты, так как это, да, израильские граждане, но они спонсируются интересантами, интересантами, которые хотят работать против Израиля. Поэтому... То есть вы считаете, они не имеют права говорить то, что они говорят? Если это их оценка, ну, сказал, мало ли, если вы считаете, что это меньшинство, почему нужно так обращать внимание на них? Если это меньшинство наносит ущерб и предает Израиль, в принципе, по нам это предательство, то есть соответственные законы, надо просто привязать этот под правильный закон, потому что в конце концов, вот даже решение УНЕСКО, которое мы сейчас говорили, оно подстрекает к террору, оно подстрекает к убийству, убийству мирных жителей Израиля. Поэтому вот эти организации, которые сегодня говорят, что Израиль оккупировали территорию, Израиль не должен так и так вести, они поджигают арабский мир, они просто разжигают еще больше. А вы считаете, это правильно, что он делает это на иностранные деньги? Если бы он был израильской организацией, получал бы деньги, пожалуйста, делай все, что хочешь. Набор лозунгов, если мы будем сейчас говорить лозунгами, я могу ответить. В целом, получай деньги из-за границы. Сто раз больше лозунгов, чем Костя. Батерин получает деньги и от израильских граждан, и от заграницы. Нет, должен сказать, что после этого выступления был отчет, что израильские пожертвования в эту организацию за последние две недели возросли в пять раз. Просто, чтобы вы понимали, что это не деньги иностранных агентов, а просто люди, которые... Часные лица. Часные лица. Это люди, которые думают по-другому. Если Израиль существует как еврейское демократическое государство, благодаря тому, что существуют такие организации. Закрыть рот таким организациям, закрыть рот политикам, которые не думают... Которые уничтожат израильские демократии. Да ничто не уничтожит израильскую демократию. Знаешь, что уничтожит израильскую демократию? То, что глава правительства держит семь портфелей. Это уничтожает. То, что он посылает во все средства массовой информации своих агентов, ты знаешь, что в каждой редакции сидит агент главы правительства. Этим он уничтожает израильскую демократию. Как вы объясняете, то, что израильские левые даже не хотят отождествлять себя с Бетселемом. Многие от левого лагеря говорят, что мы имеем с ним ничего общего. Есть, которые отождествляют, есть, которые нет. Они представляют определенную, я согласен, сквозь радикальную линию. Но эта радикальная линия говорит о том, что существует. Он не выдумал поселение, он не выдумал оккупацию, он не выдумал убийство этого палестинца, даже что он террорист, по поводу которого ведется сейчас суд. Израильская армия не должна стрелять в ближайших террористов. Она должна их арестовывать и садить в тюрьму. Этим отличается израильская армия от российской армии, например. Российская армия стреляет в террористов, мы это знаем. Но там диктатура, а здесь демократия. Мы хотим быть демократией или мы хотим быть диктатурой? Это вопрос. А не должен был он ехать или не должен был ехать? Он правильно сделал, что он поехал? Потому что он вызвал спор между Костей и мной, и вами. Он нанес ущерб государству. Это лозунг. Это не лозунг. Когда будет следующий теракт, у Крылова есть прекрасная цитата. Чем кум будет считать трудиться, не лучше ли на себя кума обратиться. Посмотри в зеркало. Это так, как мы выглядим сегодня. Израиль, это государство, которое содержит под военным контролем 3 миллиона палестинцев. Кто об этом не знает? Ты не знаешь? Господа, на этой цитате у нас закончилось время. Это тема, которая, к сожалению, наверное, будет еще долго актуальна здесь, на Ближнем Востоке. Экс-депутат Неста Роман Брофов, большое вам спасибо за участие в программе. И депутат Неста партии Шатит Константин Развозов, большое спасибо. Спасибо. Смотрите далее в нашей программе. Тысячи женщин, объединенные одной целью – добиться мира на Ближнем Востоке. А масштабные акции в израильской столице. Многотысячный митинг показывает на то, насколько эти идеи созвучны большинству израильтян. Спортивный ответ на дипломатический бойкот. В Израиле пройдет Кубок мира по шашкам. Две недели назад они начали свой марш мира. Две тысячи женщин, многие из которых потеряли своих сыновей в арабо-израильских войнах, решили внести свой вклад в дело достижения мира на Ближнем Востоке. Чтобы привлечь внимание к своей акции, они решили пройти пешком от северной границы до канцелярии премьер-министра в Иерусалиме. На митинге в среду вечером их пришли поддержать тысячи людей. В руководстве организации «Женщины за мир» отмечают, что их главная цель – это возобновление диалога с палестинцами. С участниками марша в Иерусалиме встретился Сергей Услендер. Вот так и случаются мирные революции. Когда собираются около резиденции главы правительства 20 тысяч человек, и все скандируют лозунги, мол, мы за мир, обращаются к премьер-министру посредством громкоговорителей и поют песни, опять же, исключительно антивоенной тематики. Движение это называется «Женщины за мир». Его основали в 2014-м, сразу после окончания операции «Несокрушимая скала». Основатели посчитали, что лучшие женщины с их материнским инстинктом никто не сможет повлиять на общественность в продвижении мирных инициатив. Многие женщины, которые участвуют и пришли в этом движении, это женщины, которые потеряли детей в различных войнах Израиля, женщины, которые очень сильно пострадали в терактах. И они, в общем-то, свою личную боль хотят превратить в то, чтобы... хотят направить на то, чтобы предотвратить и в дальнейшем кровопролитие, и чтобы больше не было жертв ни среди израильтян, ни среди палестинцев. Это как бы цель этого движения, и, в принципе, такой многотысячный митинг, я думаю, показывает на то, насколько эти идеи созвучны большинству израильтян. Они и правда созвучны. Даром, что ли, на этот митинг пришли молодые и старые, студенты и пенсионеры, мужчины и женщины, бабушки и молодые мамы, арабки и еврейки. Все те, кто устал от бесконечного состояния, когда каждые два года война, а между ними постоянный террор. Мы просим, мы требуем от наших руководителей сесть за стол переговоров и подписать мирное соглашение с нашими соседями. Взаимовыгодное соглашение. Соглашение, которое должны подписать обе стороны. Поймите, мы не за них, и они не за нас. Дело не в этом. Мы за мир. Мы за то, чтобы наши дети росли уверенные в своем будущем. В своем мероприятии они назвали «Марш надежды». Около двух тысяч женщин собрались на севере Израиля и двинулись в сторону Иерусалима. По пути встречались с местными жителями, в районе Ерехона общались с палестинками. В марше участвовала легендарная Лей Макбови. И это она основала женское движение в Либерии, которое остановило кровавую гражданскую войну в этой стране. За это Лей Макбови получила Нобелевскую премию мира. Название «Марш надежды» было выбрано совершенно не случайно. Это действительно движение, которое пытается бороться с тем отчаянием, в котором мы все на самом деле пребываем. В каком-то состоянии неверия, в каком-то состоянии скептиза и так далее. И я здесь видела очень многих женщин в хиджабах, арабах. Я видела многих женщин в кису и рожь, религиозных евреек. Молодых, пожилых. Это иначе. Я здесь чувствую какую-то совсем другую энергию. И немало найдется тех, кто скажет, что все это бессмысленно, все равно мира не будет, никто в нем не заинтересован, и соседи наши в первую очередь. И в чем-то будет, наверное, прав. Но вот так же никто не верил в то, что можно договориться с Египтом. Думали, будем воевать с ним всегда. Однако мир с этой страной длится уже дольше, чем война. Поэтому на митинге возле резиденции премьер-министра было много палестинок, которые тоже устали от этого многолетнего противостояния и тоже хотят всего лишь мира. Шестьсот палестинских женщин приехали сюда, чтобы поддержать эту инициативу. Мы тоже хотим, чтобы наши лидеры сели за стол переговоров, чтобы начали говорить, чтобы начали разрушать эту стену, которая выросла между нашими народами. Мы считаем, что мир нужен нам всем, и палестинцам, и израильтянам. Они, конечно, идеалистки, как будто не хотят замечать, какой исключительно сложный и запутанный узел завязался вокруг арабо-израильского конфликта. Но большинство из них матери, и материнский инстинкт подсказывает, мир лучше войны, а значит, за него надо бороться. Это тот редкий случай, когда общественная организация очень четко представляет свои цели. Женщины за мир говорят, как только будет подписано мирное соглашение между Израилем и палестинцами, эта организация сразу прекратит свое существование. Сергей Услендер, специально для «Израиль за неделю». Еще одна тема, которая с одной стороны касается исключительно мира спорта, но с другой стороны может стать хорошим доказательством того, что спор должен быть вне политики. Никакие дипломатические бойкоты не смогут нанести ущерб еврейскому государству. В конце ноября в Израиле впервые в истории пройдет Кубок мира по шашкам. Это хороший повод поговорить с председателем Израильской Федерации шашек Юрием Гольштейном. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений. Юрий, это важное событие. Впервые в Израиле пройдет Кубок мира по шашкам. Расскажите, о чем идет речь? Вы знаете, у нас взяло не один день. Переговоры заняли достаточно много времени, пока мы общались с Международной Федерацией шашек. И наконец добились того, чтобы в Израиле впервые за всю историю существования шашек в Израиле, это с 1970 года, в Израиле проходит этап Кубка мира. Это событие, настоящее событие для шашечной жизни Израиля. И мы хотели бы провести его на достаточно высоком уровне. Вы знаете, Юрий, мы часто затрагиваем темы спорта, и всегда это приплетается с политикой. Как вам удалось добиться того, что это такой крупный турнир пройдет именно в Израиле? Ведь не все это любят, скажем так. Вы знаете, буквально два месяца назад мы были на чемпионате мира в Болгарии по шашкам. И просто то отношение, которое мы чувствовали к себе со стороны всех шашистов, всех команд, которые участвовали в этом чемпионате мира, было просто удивительным. К нам очень хорошо относятся, нас очень хорошо принимают в мире. Кроме того, в рамках чемпионата мира проходило заседание Международной федерации шашек. Принимались какие-то поправки к уставу. И я поднял вопрос о запрете невозможности бойкота по политическим мотивам. Все были удивлены, о каком бойкоте идет речь. Тогда я рассказал в двух словах о том, какому бойкоту подвержены израильские спортсмены в мире. И они совершенно однозначно сказали, что в шашках такого быть не может. Тем не менее, единогласно приняли этот пункт и включили его в устав. То есть шашечный бойкот Израилю не грозит, потому что арабские страны не играют в шашки? Или же это какое-то положительное отношение к федерации? Прежде всего, потому что Международная федерация шашек так положительно относится к Израилю. А этот вопрос я как раз поднял после того, как стало известно, что к Международной федерации шашек подключились представители Индонезии и Турции. И именно поэтому я поднял вопрос на будущее о том, чтобы не возникла ситуация, при которой одна из стран или группа стран может объявить бойкот Израилю. То есть есть шанс, что представители Индонезии, с которой нет отношений, приедут в Израиль? Я не уверен, что на этот Кубок Мира представители Индонезии приедут. Так же, как и мы сейчас, проходил совсем недавно, закончился в Индонезии, закончился один из международных турниров, на который мы, к сожалению, не смогли попасть. Но мы и не пытались, мы и не старались, поскольку нет дипломатических отношений с Индонезией, мы и не пытались попасть на этот турнир. Это не был турнир мирового уровня, поэтому мы в данный момент не пытались на него попасть. Юрий, вы знаете, говорят, что шахматы это классический еврейский вид спорта. А что касается шашек, насколько вообще шашки популярны в Израиле, как вид спорта? Прежде всего, я бы хотел развеять миф о том, что шашки детская игра, в которой родители обычно играют с детьми. И это совсем не так, это далеко не так. Шашки очень сложный, очень серьезный вид спорта. Он входит в состав видов спорта, входящих во Всемирную Олимпиаду интеллектуальных видов спорта, которые проходят раз в 4 года обычно в Китае. И наравне с шахматами и с бриджем там участвуют и шашки. Поэтому это сложный вид спорта. Мы в Израиле культивируем 4 вида шашек. А на самом деле их гораздо больше. Есть чешские шашки, есть итальянские, португальские, канадские. Мы в Израиле культивируем 4 вида шашек. Это русские шашки, бразильские шашки, международные стоклеточные шашки и чекерс. Между каждым из этих видов шашек есть разница. Разница достаточно существенная. Но это 4 вида самых распространенных в мире. И мы культивируем в Израиле эти 4 вида шашек. В федерации шашек зарегистрировано на сегодняшний день больше 100 спортсменов, больше 100 шашистов. В основном, в большинстве своем, это выходцы из бывшего СССР. Но есть у нас и один голландец, который женился на израильтянке, приехал сюда. И, кстати, за сборную Израиля участвовал в чемпионате Европы. Буквально закончился месяц назад. Есть несколько израильтян коренных, но 90% это выходцы из бывшего СССР. Я бы еще в шутку добавил пятый вид. То, что израильтяне называют шешбеш, то есть нарды. Это тоже популярно. Но это уже, наверное, не шашки. Да, абсолютно верно. Но и действительно в Израиле существует устойчивое мнение о том, что это нечто такое простое. Каждый может поиграть в шашки. На самом деле это действительно совсем не так. И каждый может убедиться в том, что это не так. Просто придя на Кубок Мира, который состоится в Хайфе с 25 ноября по 1 декабря, вы увидите, какой это уровень. Это очень захватывающее зрелище. И, казалось бы, сидячий вид спорта, но это далеко не совсем так. Это очень интересно и очень захватывающе. Особенно, когда речь идет о Блице, где на каждую партию дается по 3 минуты. На партию плюс 2 секунды на каждый ход. Это обычно формат Блица. Это очень-очень интересно. Пожелаем удачи всем участникам предстоящего турнира. Юрий Гальштейн, председатель Федерации шашек Израиля. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. И напоследок кадры из Иерусалима, которые традиционно можно увидеть 2 раза в год. В дни еврейских праздников, Песах и Суккот. В среду вечером у Сины Плача состоялась Беркат Коаним. Традиционная молитва коинов. В мероприятии приняли участие свыше 50 тысяч человек. На сегодняшний день благословление коинов считается самым крупным еврейским богослужением, представляя собой прообраз службы, которая велась в первом и втором Иерусалимских храмах. Безопасность участников молитвы и многих туристов, которые приезжают в Иерусалим, специально в эти дни обеспечивали свыше 5 тысяч полицейских. Несмотря на сложную обстановку, в израильской столице это мероприятие прошло без каких-либо инцидентов. Такой была минувшая неделя в Израиле. Спасибо, что этот час вы провели с нами. Увидимся уже в следующую субботу на телеканале РТВ. РТВ Редактор субтитров А.Семкин